Всем привет! Вы на канале Семья Багдасарян. И сегодня Оля сделает обзорчик, что она купила в хостоварах. Я такие классные штуки увидела. Это вот такие вот полки для хранения овощей. Вот можно разные средства там. Ну, в общем, для вообще очень идеально, мне кажется. Это выглядит... Я сделаю, да? Да. Мы заходили покупать там вот эти вот для Олиной рассады в контарке. И тут мимо прошли. Вот такая штука стоит. И у нас всегда вот картошка непонятно как, где, что. Что где-то, где-то что-то всегда валяется, да. И это уже раздражает. И вот увидели, что коричневый цвет. В принципе, удобно. То, что сзади у них сетка идет. Ну, в общем, сделано, видите, да, сразу под разные овощи. Как раз картошка, морковка, лук раскидать. Быстро разбирается, быстро собирается. Не жалко, так сказать, выкинуть. Быстро покупается на последнюю куплю. Да, две штучки там как раз оставались. И одна такая штука стоит 1200 рублей, что ли, да. В общем, не так дорого, не так жалко даже выкинуть. Ну, в смысле, выкидывать... Да, хороший жесткий пластик. Не вот эти вот тонкие, где там коснешься пальцем, они уже все трескаются. Достаточно жесткие. В любом случае, мы можем даже это поставить в гараж. И использовать. И здесь красота в чем-то, что можно вот эти штуки друг на друга до бесконечности вот так вот ставить. В высоту. Вот у Оли еще вот есть. Сейчас мы подумаем, куда. Здесь у нас есть вот такая кладовка. Тут у нас холодильники стоят, полки. Но это, конечно, не очень нам нравится вот эта система. Не очень удобно подходить. В общем, мы это этим летом все будем переделывать. Холодильники, возможно, как-то развернем. Тут сзади есть вот такие полочки. Вот эти за дверью прям вписываются. Можно всякие вот такие мелкие хлам накидать. Ну, как хлам. Еда. Макароны, всякие крупы. Вот это все дело. А вот это... Маленько не вписывается. Потому что тут все в углу и туда лезть. Это все обломно. Вот так вот наверху все лежит. Короче, это все будем переделывать. Мы думали, эту штуку вон туда куда-нибудь воткнем боком. Но подлазить неудобно. Вот пока Оля такое вот лего делает. Чуть-чуть отличается, кстати. Да и пофигу вообще. Один из, короче, вариантов, что мы хотим сделать, это вот туда полочки эти поставить. Там у нас холодная. Там у нас вот эта часть полухолодная. И сейчас я здесь включу дискотеку. Тут у нас мы делали типа Нового Года. Ну и такое местечко под лестницей. Тоже всякий хламчик пока временно. Сейчас гараж сделаем, все это дело уберем. Последняя фишка у нас остался гараж. У нас магазин тут. Вот. И мы это поставим туда. Вот таким вот образом. Не факт, что прям таким? Ну таким-то нет, поменьше. Ну так-то нормально как раз до верха там, если сделаем. Можно, в принципе, даже сюда поставить, Оль? Нет? Вот, чтобы я попробовала. Или нет, неудобно будет. Мне кажется, нет, это неудобно будет. Потом передвигать. Ступа клявая. А, кстати, можно, Оль? Нет. Можно чуть-чуть туда засунуть, а руку отсюда. И пусть себе стоит. Что тебе мешает, что ли? Я не смогу ничего. Вот у нас тут соков сейчас нет. Сюда выдвинешь прям. Сюда. Нет. Нет. Ну и все. Что ты со мной споришь вообще? Я придумала, куда поставить. Ты не переживай. Ну давай тогда туда, просто туда лазить так-то. Не знаю. Я вообще уже даже думаю, можно две полки взять. Это картошка, морковка, там лук, например. Туда внизу поставить? Да, внизу поставить. Вот туда. Ну да, кстати. Туда сразу накидать и все. А оставшаяся вот такая вот. Ну вот давай оставшуюся полку туда поставь. Систиярусную туда уже. Держи. Вот эти два яруса мы уберем. А вот эти вот ярусы. Она, кстати, легкая. Она очень легкая. Но пластик такой прочный. Ну ты пока можешь не так, а вот боком поставить, а разверни. А, боком? Да, чтобы это все не видно было. Ну как-то так вот. Пока что так. Но я потом переделаю. Короче, один из вариантов. Вот. Не, ну так-то нормально. Нет. Как раз всякую чушь. Скоро мы тут весь этот хлам нахрен выкинем. Потому что меня бесит, когда какие-то штуки где-то что-то валяется просто. Ладно, сейчас не про это, я еще купила. Про это, про это. Не будем сейчас. Я в такие моменты, если меня взбесит, я просто вот соберу все и выкину нафиг. Тебе не нужно про это думать. Вот. Взяли. В общем, Эдгар у нас очень такой молодец. Он мои вот такие штуки, прочные, черные, хорошие и такие, большие, длинные, оставил под сугробом. Там посадил, что-то посадил, в общем, и оставил. Чтобы нигде ничего не валялось. Ну я же тебе сказала, что они мне нужны будут. Ну, чтобы главное, ничего не валялось. И мне сказали, что купишь новое, вот Эдгар купил. Ну вот. Так что у нас появились еще дополнительные. Я лучше выкину и потом куплю еще раз, но чтобы нигде ничего не валялось. Милана также хочет посадить всякие цветочки. Вот такие вот штуки. Вот. Внутри какие-то таблетки есть. Что это такое? Это типа земля. Она там что-то набухает. Ну, типа опилки, я не знаю, что это. Я не разбираюсь в этом. Да? Что-то, ну вот я сейчас хочу посмотреть. Мне и мама привезла такие. Зачем, я не понимаю. Сейчас буду изучать. Их замачиваешь, они набухают. Как-то там что-то делают. Ага. Взяла такой мешочек. Хлеб попробую хранить готовый. Но он небольшой. Ну, хотя что-то такое не длится. Вот, в принципе, она длится. Вот, лишним не будет. Вот Милана у нас всякие кексы хочет печь. И начинку туда, крем внутрь, кексы. Вот такой, сколько взяла. Еще такой симпатичный такой тазик. Как будто узбекский этот. Не знаю, узбекский или нет. Узбекский, да, очень похоже. Мне вот этот узор очень нравится. Микстан. Вот можно вот так. Да. Ну, мне здесь еще эти ручки понравились. Удобно дожать. Чуть-чуть на горшок похоже. Вот эта же фигня есть, когда ребенок садится на горшок. Да? Только это вот. Для взрослых. Короче, Оля купила, когда мы состаримся. Вот, для нас. Как эта фигня называется? Утка. Точно. Вспомнил, да. У нас есть теперь утка. Если что, заходите, у нас есть, ребята. И также вот такие вот еще большие стаканчики. Для высокорослых помидор я взяла. Вот как раз таки мне черные нужны были те, которые ты под снегом оставил. Там у них еще больше стакан такой был хороший. Тоже с такими штучками удобные. И, ну, как бы все это так удобно там было. Так, по ценам. Что там было? По ценам вот эти дорогие, что 200 с чем-то. Вот 6 штук было. А вот эти вот в районе... Вот эти вот почему-то 300 рублей, а вот эти 150. Ну, это то, что, наверное, зеленые какие-то, цивильные. А это больше... Мне это больше нравится. Так, себешенный цвет. Мне это больше нравится. Дом и дача рассадник называется. 12 стаканчиков, 250 миллилитров. Вот. Вот эта штука стоит там что-то раз... 150 миллилитров. 150 миллилитров. Вот такая штука стоит 300 миллилитров. Ну, здесь пластик лучше, Оль. Здесь прям хороший, такой мягкий. Я такими пользуюсь. Вот эти. Мне очень нравится. Еще классно, что здесь бордюр высокий. Да, да. Я тебе подожди. Я сейчас скажу, в чем прикол. Почему это дороже или дешевле. Вот эти стаканчики, вот. Они этот... Пластик другой чуть-чуть. Ну, ладно. А вот здесь пластик качественнее. Нет, цена в чем... Ну, как бы, заключается. Мне очень нравится. Поплотнее пластик и, типа, дольше выдержит. Это пластик попроще. Ну, для рассады, я думаю, какая вообще нафиг разница. Да. А еще мы взяли продукты. Да, это мы отдельно обзорчик сделаем. Это у нас хостовары, а это продукты. Хорошо. Вот так вот. Так что, ребята, вот такие вот покупочки. Напишите какие-то свои советы по выращиванию рассады, потому что я новичок в этом. Мне все это очень интересно. Третий год новичок. Уже выращивает офигенно помидоры и огурцы. Ну, все равно. Уже все у Оли спрашивают, как это делать. Я люблю какие-то фишки такие, чтобы мне облегчало все вот это вот дело. Вот сейчас у меня вопрос стоит, стоит ли сажать помидоры прям семечкой сразу туда в стаканчик в грунт, получается. Или нужно их замачивать, там ждать, пока они росток дадут. Вот напишите, пожалуйста, как вы это делаете. Вот. Потому что я люблю такие легкие варианты. И мне кажется, зачем проращивать его как-то в этом, в тряпочке, если можно туда посеять сразу и не мучиться. А вот эти штуки туда можешь примерить, посмотрим. В принципе, нормальная тема, да? Да. И хорошо, что вот снизу дырок нету и проветривается все это будет. Вот, допустим, как раз картошка у нас здесь лежит. Ну да, там все. Вот эти пакеты ложишь, пакет что-то рассыпается, земля падает. Вот это все. И посмотрим, лезет вообще. Одну можно, хотя бы одну. Одну тогда. Да, по-любому. Потому что она в любом случае нам очень нужна. Во! Здесь можешь и картошку накидать вот так. Да. И морковку. И то, что мы сейчас пользуемся, чтобы не ходить туда, не искать. Вот здесь все. А туда можно просунуть как раз-таки какие-то лишние штуки. Не будет это здесь. Будет-будет, нормально. Нормально. За картошкой я схожу туда. Очень много. А вот это можно вообще вот сюда затолкать. Смотри, подожди, подожди, я просто попробую. Давай, Оля, надо. Подожди. Ну что, просто попробуй. Вот так вот туда до конца заталкивается. И здесь получается... Нет, там убрать надо. Вот, и можешь муку выложить. И получится фигня какая-то. Да, зачем мне это? Не знаю. Я не знаю, зачем тебе это. Потому что мне нравится, что там пусть все будет. Нет, здесь вот это нормально. Нет, смотри, положу сюда картошку там и все такое. И будет здесь такой бардак какой-то. Мне не нравится. Пусть у меня здесь подносятся, все чисто. И идет вот это нередо, я смотрю. Ну, да, можешь сходить, да взять там картошки. Ну, вот и все. Ну, все. Выкидываем, значит. Зря купили. Я разберусь, ты не переживай. Все, выкидываем. Пошел я выкидывать нафиг это все. Зачем купили, непонятно. А можно, знаешь, чтобы вот так вот в высоту не было, убрать стулок. И, да, вот так вот ровненько. И я это все сделаю. Нас мама тут ждет. Я же блины убила. Все, давай, пока. Все, пока.